Добрый вечер, с вами Кампус Про. Многие наверное знают, что сегодня в корпусе 8.1 уже во второй раз работала выездная бригада сбора крови. Тин доноров DWFU проходил уже в марте этого года. Оба Правда, желающих добровольно сдать кровь было гораздо больше, чем необходимых материалов у медиков. Сегодня в 12 часов вместо заявленных в 14 забор крови прекратили. Если же смотреть в целом, то донорской крови и ее компонентов в России не всегда хватает. Спаса только подобные выезды в учреждения и на производство. Почему люди сдают кровь и чем они мотивированы? Что вы думаете о донорстве? Ну, я думаю, что это хорошо, естественно. Сдаю кровь сама уже, ну, не первый раз. Почему бы не помочь людям, если есть такая возможность? Вот есть много нуждающихся в этом. А прийти вот, например, как сегодня на кампусе, занять, ну, потратить на это час, это не такие сильные, ну, не такие сложные усилия, которые можно приложить. Сдавали ли вы когда-нибудь кровь? Очень жаль, но на данный момент фактически не сдавал. Но дело в том, что каждый раз, когда какая-нибудь акция проходит или что-нибудь такое, сразу думаешь, ну, все, обязательно пойду туда-сюда, и потом как-то дела-дела и забывается. Но все же, я думаю, что необходимо, это уже пора, уже давно надо сделать, поэтому пока нет, но обещаю. Нет, никогда. А почему вы боитесь? Ну, наверное, да. Да, я сдавал кровь, и сегодня я узнал, что в Уфу можно также сдать кровь, поэтому я буду сдавать ее в дальнейшем. Потому что у меня еще нет 18-ти. Кровь, да, сдавали. Это очень здорово, это помощь людям. А сами сдавали ли когда-нибудь кровь? Конечно. Считаю, что это действительно хороший поступок, который может помочь многим людям. Да, однозначно, ведь это спасает жизни людей. В России первое переливание крови впервые осуществили в 1832 году. А с учетом групповой совместимости в 1919-м. В настоящее время цельную кровь уже почти не переливают, используют лишь ее компоненты и препараты. В крови нуждаются пациенты с большими кровопотерями при проведении операций или тяжело больные формами лейкоза. Несмотря на все достижения медицины, до сих пор бывают случаи, когда человек может не выжить из-за нехватки подходящей ему донорской крови. По статистике, на тысячу человек в нашей стране необходимо 40 доноров, чего пока еще не достигли. Но существуют также процедуры аутодонорства. Заготовка своей собственной крови перед операцией, чтобы не возникло проблем при необходимости переливания. Так как при использовании чужой крови есть риск отторжения, подобный метод все чаще используется. Совсем скоро, 14 июня, будет проходить Всемирный день донора крови. Быть может, если вы не успели сдать кровь, или с предыдущего забора прошло более 60 дней, и вам есть 18 лет, вы сможете спасти чью-то жизнь. С вами был Кампус ПРО, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok